Итак, друзья мои, я рада приветствовать вас в третьей части нашего с вами мастер-класса по созданию уичойского цветочка из бисера. И у меня, как обычно, клукарекают петухи, потому что я нахожусь в Таиланде и тут это, к сожалению, нормально. И мы с вами продолжаем. Смотрите, мы дошли до конца и у нас ниточка выходит с вот этой черной бисеринки. После чего мы набираем 4 зеленые бисеринки и проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем снова 4 бисеринки. Петухи раскалекались, катастрофа. Проходим теперь через, набрали 4 зеленых и прошли через, вот так вот, смотрите, 3 черную и 2 зеленые. Затем через зеленую и черную подтягиваем. Дальше проходим через вот тут вот 2 зеленых и еще одну. И подтягиваем. Дальше набираем 3 зеленые бисеринки. Проходим через вот эту вторую с набора по 4 зеленую. Подтягиваем. Затем набираем 4 зеленые. Проходим через вот эту среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Затем снова 4 зеленые бисеринки. Проходим, смотрим через 3, вот так вот. И снова через 2. Подтягиваем. Дальше вот так. И через вот эту зеленую выходим иголочкой. Подтягиваем. Набираем 3. Проходим через вот эту вторую с набора по 4 зеленую. Подтягиваем. Дальше снова набираем 4 бисеринки. Проходим через вот эту среднюю с набора по 3. И далее у нас с вами, друзья, идет повтор. Повтор идет до того момента, пока вам длина поясочка не покажется достаточной. Для каждого она разная. Так как мы все, ну как бы разные по своему телосложению. И кому-то больше нравится, когда цветочек прямо на груди висит. Кому-то больше нравится, когда он смотрится немножко ниже. Мне, например, нравится, когда гердан действительно достаточно длинный. Но это дело каждого. Поэтому вы продолжаете самостоятельно до той длины, которая вам покажется достаточной. А дальше мы с вами сошьем 2 элемента между собой, 2 полосочки. Так, чтобы это смотрелось гармонично и не было видно момента сшивания этих элементов между собой. Вот так вот мы с вами дальше продолжаем до конца ряда. Чтобы у нас получились вот такие вот 2 симпатичные полосочки. Продолжайте и будем сшивать. Итак, когда мы с вами дошли до конца, нам уже длина достаточно. Смотрите, у нас с двух сторон получается вот такой вот элемент. Вот такое окончание. Сейчас с одной из сторон мы набираем 3 бисеринки и проходим через среднюю с набора по 4. Затем берем вот этот поясочек наш. Вот пускай он будет вот так вот с этой стороны. Набираем 2 зеленые бисеринки и проходим через вот эту зеленую. Вторую с набора по 4. Видите? Подтягиваем. Так. Оно у меня крутится. Вот так. Смотрите. Есть. Да? Вот что получилось. Дальше. Одна бисеринка зеленая. И проходим через среднюю с набора по 3. Вот она. Подтягиваем. Затем снова одна бисеринка зеленая. И проходим через вторую бисеринку с набора по 4. Вот этого элемента. Видите? Второго. Затем, когда мы подтягиваем, смотрите, что получается. У нас получается ровно сшитый край без вот этих вот элементов, без вот этих нижних двух бисеринок. Набираем 2 нижние бисеринки и проходим вот так вот через 3. Вот даже 4. Вот она. Первая, вторая, третья, четвертая. Подтягиваем. Дальше. Видим, что у нас получилось. У нас получился элемент, точнее край, как это правильно сказать, поясочек, который сшит. И место сшивания абсолютно не видно. Дальше завязываем ниточки и можно их спокойно обрезать, они нам больше не нужны. На этом этапе работа над поясочком будет завершена. И мы с вами приступаем к работе над центральным цветком. Итак, друзья, набираем 12 желтых бисеринок и приступаем к нашей с вами работе. Подтягиваем ближе к основанию ниточки, к ее началу и проходим иголочкой через все эти 12 бисеринок по направлению снизу вверх. После чего подтягиваем. Вот что получается. Затем вот это кольцо мы с вами завязываем на 4-5 узелочков. Не волнуйтесь, если вы используете ниточку такую же, как я, то этот узелочек спрячется в бисеринку и его фактически совершенно не будет заметно. И он не будет портить внешний вид вашей работы. Если ниточка немножко толще, тогда завязывайте 4 узелочка, а не 5. После того, как мы завязали узелочек, этот маленький край ниточки мы обрезаем и приступаем к самому плетению. Проходим иголочкой через первую бисеринку, которая у нас находится после узелочка. И дальше, как мы с вами это уже делали в предыдущих моих мастер-классах по уичольским цветкам, набираем 5 желтых бисеринок. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. И подтягиваем. Набираем снова 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим через следующую. Смотрите, опять следующая, вторая, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Снова набираем 5 бисеринок желтеньких. Проходим опять через одну, после той, с которой выходит ниточка. Снова подтягиваем. Опять набираем с вами 5 желтых бисеринок. Снова через одну, после той, с которой выходит ниточка. Подтянули. Снова набираем 5. Опять проходим через вот эту, следующую, после той, с которой выходит ниточка. Точнее, не следующая, а вторую. Затем снова 5 желтых бисеринок. И проходим через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался, и через 2 бисеринки, идущие после нее. Вот так вот. Подтягиваем. Затем набираем 5 бисеринок желтых. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Затем, одна бисеринка черная. Проходим через вот эту, вторую бисеринку, с набора по 5. Подтягиваем. Далее, снова набираем 5 бисеринок желтых. Проходим через вот эту, вторую, после той, с которой выходит ниточка. Затем, снова одна черная. Проходим через вторую бисеринку, опять с набора по 5. Подтягиваем. Так мы продолжаем до конца ряда. И следующий снова делаем вместе. Доходим до конца ряда. Последний раз в этом ряду набираем одну черную бисеринку, и проходим через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался, и через две бисеринки желтого цвета, идущие после нее. После этого набираем 5 бисеринок желтых. Проходим через опять вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Затем набираем одну желтую, одну черную и одну желтую. Проходим через вот эту вторую бисеринку, с набора по 5. Подтягиваем. Затем, снова набираем 5 бисеринок желтого цвета. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее, одна желтая, одна черная, одна желтая. Проходим через вторую бисеринку, с набора по 5. После чего набираем 5 бисеринок. Итак, продолжаем до конца этого ряда. И следующий ряд снова делаем вместе. Итак, друзья, дошли мы с вами до конца ряда. Дальше рекомендую не спешить и остановиться, и посмотреть, что я буду делать. Проходим иголочкой через вот эти вот, Смотрим еще раз внимательно, через вот эти 4 бисеринки. Подтягиваем. Так, подтянули. Дальше набираем 5 желтых бисеринок. Проходим иголочкой через, начиная с вот этой вот желтой, через 5 желтых бисеринок. Вот так. Подтягиваем. Снова набираем 5 желтых. И снова проделываем то же самое. Начиная с вот этой, проходим через 5. Вот так. Итак, продолжаем до конца этого ряда, после чего продолжим снова вместе. Дошли мы с вами до конца ряда. Набрали последний раз в этом ряду 5 желтых бисеринок. Проходим иголочкой вот так вот через 2 бисеринки. Видите, желтую и следующую желтую. После чего проходим иголочкой через 2. Подтягиваем. Далее продолжаем. Набираем с вами 5 желтых бисеринок. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Затем 1 черная. Проходим через вторую, с набора по 5, на следующем лепесточке. Подтягиваем. Затем снова 5 бисеринок желтых. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Затем 1 черная. Проходим через вторую, с набора по 5. Снова 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Затем 1 черная. И проходим через вторую, с набора по 5. Так, друзья, мы продолжаем до конца ряда. И следующий снова же делаем вместе. Итак, друзья, дошли до конца ряда. Набрали последний раз в этом ряду 1 черную бисеринку. И проходим иголочкой через вот так вот 3 бисеринки желтых. Ту, с которой ряд начинался, и 2, идущие после нее. Подтягиваем. Затем набираем 5 бисеринок желтого цвета. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше набираем 2 черные бисеринки. Проходим через вторую бисеринку, с набора по 5, на следующем нашем лепесточке. Подтягиваем. Снова набираем 5 бисеринок желтого цвета. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Набираем 2 бисеринки черные. Проходим через вторую, с набора по 5, на следующем лепесточке. Снова набираем 5 желтых бисеринок. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Далее снова 2 черные бисеринки. И так мы продолжаем до конца ряда. После чего снова будем продолжать уже вместе. Дошли мы с вами, друзья, до конца ряда. Последний раз в этом ряду набираем 2 черные бисеринки и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и 2 идущие после нее. И сейчас, внимание, у меня заканчивается ниточка. Я все-таки покажу в этом видео, как ее добавлять. Хотя, очень многие меня за это критикуют, рассказывают, что, ну как, это же такие тяжелые изделия, зачем вы показываете, это же начальный уровень и так далее. Но, друзья, я привыкла показывать все, как оно есть на самом деле. Поэтому, ну, я думаю, что не только люди продвинутого уровня меня смотрят, и для новичков это тоже будет полезно. Я попросту беру ниточку, второй, точнее, вторую ниточку, которую мне надо будет пришивать, точнее, дошивать, довязывать. И привязываю ту ниточку, которая уже есть, которая заканчивается, и ту ниточку, которая у нас будет новой. На обычные узелочки. Самые обычные, что ни на есть. Я связываю 3-4 узелочка. Если ниточка, опять же, повторюсь, такая же, как у меня, то эти узелочки спрятятся в бисеринку, и их не будет заметно. После чего можно обрезать вот эту иголочку, обрезать ниточку, и продолжать плетение уже на абсолютно новой ниточке, на той, которая у нас будет подлиннее. После того, как пришили ниточку, обрезали край, мы продолжаем. Набираем 5 бисеринок розового цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой у нас с вами выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше. Одна бисеринка желтая, одна фиолетовая, точнее, одна желтая, одна черная и одна желтая. Я уже сама начинаю путаться. Проходим через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Подтягиваем. Дальше набираем 5 розовых бисеринок. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее, одна желтая, одна черная и одна желтая. Проходим через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Итак, мы с вами продолжаем до конца ряда, после чего останавливайтесь и продолжайте просмотр этого видео. И снова мы с вами дошли до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали одну желтую, одну черную, одну желтую. Проходим иголочкой через ту желтую, с которой ряд начинался и две розовые, идущие после нее. После чего подтягиваем. Вот что, друзья мои, у нас с вами получается. Сейчас набираем 5 бисеринок фиолетового цвета. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки розовых. Проходим через черную бисеринку. Подтягиваем. Снова набираем 3 бисеринки розовых. Проходим через вторую, с набора по 5. Подтягиваем. Набираем 5 бисеринок розовых. 4-5. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Набираем 3 бисеринки розовые. Проходим через черную. Подтягиваем. И так продолжаем до конца ряда. После чего останавливаемся и продолжаем просмотр. Дошли мы с вами снова до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали 3 розовые бисеринки. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинается. И 2 бисеринки, идущие после нее. Подтягиваем. Затем набираем 5 бисеринок розовых. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой у нас выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки розовых. Проходим через вот эту среднюю с набора по 3. И следующую среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Подтягиваем. Затем 3 бисеринки розовые. Проходим через вторую с набора по 5. Дальше 5 бисеринок розовых. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Затем 3 бисеринки розовые. И проходим через среднюю с набора по 3 на этом лепесточке. И среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Подтягиваем. Так мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий снова делаем вместе. Дошли мы с вами снова до конца ряда. Последний раз в этом ряду набираем 3 розовые бисеринки. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался. И 2 бисеринки, идущие после нее. Затем набираем 5 бисеринок розового цвета. И проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки розовые. Проходим через среднюю с набора по 3. Затем набираем 1 черную и проходим через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Дальше набираем с вами 3 бисеринки розового цвета. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Затем 5 бисеринок розовых. Проходим иголочкой через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Дальше 3 бисеринки розовые. Проходим через среднюю с набора по 3 розовую бисеринку. Дальше 1 черную. И проходим через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Так мы продолжаем до конца ряда и следующий снова начинаем вместе. Итак, друзья мои, мы с вами дошли до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали 3 розовых бисеринки. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался. И 2 бисеринки, идущие после нее. Подтягиваем и продолжаем. Продолжаем мы уже бисеринками фиолетового цвета. Набираем на иголочку 5 фиолетовых бисеринок и проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Затем набираем с вами 3 бисеринки фиолетовых. Проходим через вот эту среднюю с набора по 3 розовую бисеринку. Подтягиваем. Набираем на иголочку 1 фиолетовую, 1 черную, 1 фиолетовую. Проходим через среднюю с набора по 3 розовую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки фиолетовые. Проходим через вторую с набора по 5 фиолетовую бисеринку. Опять же подтягиваем. Набираем 5 бисеринок фиолетовых. Проходим через вторую, после той, с которой выходит ниточка. Опять же подтягиваем. Дальше 3 бисеринки фиолетовые. Проходим через среднюю с набора по 3 фиолетовую бисеринку. Дальше 1 фиолетовую, 1 черную, 1 фиолетовую. проходим через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке и так друзья мои мы продолжаем до конца ряда и следующий снова делаем вместе дошли мы с вами друзья снова до конца этого ряда последний раз набираем 3 фиолетовые бисеринки и проходим иголочкой через розовую и 2 фиолетовые после чего подтягиваем ниточку вот что у нас с вами получается и продолжаем дальше набираем 5 бисеринок фиолетового цвета 1,2,3,4,5 проходим через вторую бисеринку после той с которой выходит ниточка подтягиваем дальше набираем 3 бисеринки фиолетовых проходим через среднюю с набора по 3 которые у нас ниже фиолетовую бисеринку опять же снова набираем 3 фиолетовых проходим через черную бисеринку подтягиваем Дальше опять 3 бисеринки фиолетовые проходим через среднюю с набора по 3 фиолетовую бисеринку Снова 3 фиолетовые проходим через вторую с набора по 5 фиолетовую бисеринку Подтягиваем Далее 5 бисеринок фиолетовых проходим через вторую после той, с которой выходит ниточка Затем снова 3 бисеринки фиолетовые проходим через среднюю с набора по 3 Дальше опять 3 фиолетовые проходим через черную бисеринку, подтягиваем И так продолжаем до конца ряда, после чего продолжим вместе Обращаю ваше внимание, что на данном этапе пойдет волна на вот этих вот лепесточках Всех, которые вы будете делать, это нормально, так должно быть Не волнуйтесь по этому поводу, а продолжайте работу дальше Прошли мы с вами снова до конца ряда Набираем последний раз в этом ряду 3 фиолетовых бисеринки И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался И 2 бисеринки, идущие после нее После чего набираем 5 бисеринок фиолетового цвета Проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка Подтягиваем Затем набираем 3 фиолетовые бисеринки Проходим через среднюю с набора по 3 фиолетовую бисеринку Далее снова 3 фиолетовые бисеринки Проходим через среднюю с набора по 3 а также через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке, не набирая при этом ни одну бисеринку. Вот так вот должно все у вас выглядеть. Подтягиваем. Затем набираем 3 фиолетовые бисеринки, проходим через среднюю с набора по 3. Подтянули. Затем снова 3 бисеринки, проходим через вторую с набора по 5. Дальше набираем 5 фиолетовых бисеринок. Проходим через вторую бисеринку после той, из которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее 3 бисеринки фиолетовые, проходим через среднюю с набора по 3 фиолетовую. Затем снова 3 фиолетовые и проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на этом и среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Подтягиваем. Так мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий снова же будем делать вместе. Дошли мы с вами снова до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали 3 фиолетовые бисеринки. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. И 2 бисеринки, идущие после нее. После чего набираем 5 фиолетовых бисеринок. Раз, два, три, четыре, пять. Пропускаем ту, с которой выходит ниточка. И через одну проходим иголочкой. Подтягиваем. Дальше набираем с вами 3 бисеринки фиолетовых. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, который находится ниже. Затем снова набираем 3 бисеринки фиолетовых. Проходим через среднюю с набора по 3. Дальше одна бисеринка черная. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Подтянули. Затем набираем 3 фиолетовые, проходим через среднюю с набора по 3 Снова 3 фиолетовые, проходим через вторую с набора по 5 Подтягиваем Дальше набираем 5 фиолетовых бисеринок Проходим через вторую бисеринку после той, из которой выходит ниточка Затем 3 фиолетовые бисеринки, проходим через среднюю с набора по 3 Дальше снова 3 фиолетовые, проходим через среднюю с набора по 3 После чего 1 бисеринка черная, проходим через среднюю с набора по 3 На следующем лепесточке Подтягиваем Так продолжаем до конца ряда И следующий опять же делаем вместе Итак, друзья, снова мы с вами дошли до конца ряда Последний раз в этом ряду набрали 3 фиолетовые бисеринки Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой начинался ряд И 2 бисеринки, идущие после нее Подтягиваем После чего мы с вами набираем 5 бисеринок черного цвета Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, из которой выходит ниточка Подтягиваем Дальше набираем 3 фиолетовые бисеринки Проходим через среднюю с набора по 3 Фиолетовую бисеринку Снова набираем 3 фиолетовые Проходим через среднюю с набора по 3 Фиолетовую бисеринку Опять же подтягиваем Набираем 1 фиолетовую, 1 черную, 1 фиолетовую Проходим через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке дальше набираем 3 бисеринки фиолетовых проходим через среднюю с набора по 3 подтягиваем затем снова 3 фиолетовые бисеринки проходим через вторую с набора по 5 подтягиваем далее 5 черных бисеринок ой, 5 черных бисеринок, извините 4, 5 проходим через вторую с набора по через вторую после той, с которой выходит ниточка подтягиваем затем 3 бисеринки фиолетовые проходим через среднюю с набора по 3 снова набираем 3 бисеринки фиолетовые опять проходим через среднюю с набора по 3 дальше набираем 1 фиолетовую, 1 черную, 1 фиолетовую проходим через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке так мы с вами продолжаем до конца этого ряда и следующий опять же будем делать вместе дошли мы с вами снова до конца ряда последний раз в этом ряду набрали 3 фиолетовые бисеринки проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался и 2 черные, идущие после нее после чего набираем 5 черных бисеринок 1, 2, 3, 4, 5 проходим через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка подтягиваем дальше набираем 3 черные бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 фиолетовую бисеринку подтягиваем затем набираем 3 бисеринки черные проходим через среднюю с набора по 3 черную снова набираем 3 черные проходим через вот эту черную бисеринку затем набираем 3 бисеринки черные проходим через среднюю с набора по 3 дальше снова три черные 1 2 3 проходим через среднюю с набора по 3 опять набираем 3 черные бисеринки проходим через вторую с набора по 5 черную бисеринку затем 5 черных бисеринок раз 2 3 4 5 проходим через вторую бисеринку после той с которой выходит ниточка далее набираем 3 черные бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 которая находится ниже снова набираем 3 бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 которая находится опять же ниже снова 3 черные бисеринки проходим через вот эту среднюю с набора 3 черную бисеринку так мы с вами друзья продолжаем до конца ряда и следующий ряд снова делаем вместе дошли мы с вами друзья до конца ряда и приступаем к работе над завершающим рядом нашего цветочка нижнего набрали 3 черные бисеринки проходим иголочкой через ту бисеринку с которой ряд начинался и через 4 бисеринки идущие после нее подтягиваем затем набираем 2 черные бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 дальше снова набираем 2 черные бисеринки проходим опять через среднюю черную с набора по 3 снова набираем 2 черные бисеринки и проходим иголочкой через 5 черных 3 вот так вот и 2 бисеринки по направлению к верху подтягиваем дальше снова 2 бисеринки черные проходим через среднюю с набора по 3 опять две черные бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 снова 2 черные бисеринки проходим через 3 черные бисеринки вот так вот затем 2 черные бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 опять же 2 черные бисеринки снова средняя с набора по 3 снова 2 черные бисеринки проходим через 5 черных 3 вниз и 2 кверху подтягиваем друзья за счет того что мы с вами набираем по 2 бисеринки у нас вот так вот начинает выгибаться цветочек так и должно быть для того чтобы у него была форма продолжайте работу таким образом до конца этого ряда и к следующему элементу к работе на следующем элементом мы с вами снова приступим вместе дошли мы с вами до конца ряда последний раз в этом ряду направили 2 черные бисеринки и проходим иголочкой вот так вот через 3 бисеринки вот этого набора по 5 дальше через 2 бисеринки которые мы с вами набирали в самом начале затем нам необходимо запутать ниточку и да я снова вам покажу как запутывать ниточку в случае если кто-то смотрит меня первый раз я знаю что опять будет критика что не надо этого показывать там это все отнимает время те кто делают такие работы они это все знают но друзья вы уж меня извините но это мой канал и я буду показывать все от начала и до конца значит мы проходим вот так вот иголочкой через все бисеринки нам необходимо сделать так чтобы ниточка не распустилась и в момент когда мы подергаем вот этот вот край на котором мы закончили чтобы у нас ниточка не выскальзывала для этого мы проходим иголочкой вот так вот я против того чтобы завязывать узелочки ведь это поэтому просто проходим иголочкой через бисеринки и этого будет больше чем достаточно для того чтобы наше украшение не распустилась и мы были уверены на сто процентов вы том что она не распустится в самый неподходящий момент что может быть конечно если этого не сделать проходим вот так иголочкой вниз и на этом обрезаем попросту ниточку она нам больше не нужна и мы переходим к следующему этапу нашего с вами мастер-класса я очень надеюсь что эта часть мастер-класса было для вас понятно и полезно не забывайте подписываться на мой канал и добавляться в наше сообщество в социальных сетях также подписываться на мой инстаграм там мы обсуждаем много интересных и полезных тем а для тех кому интересна тема уичоль и кто хочет улыбиться больше в изучении этой тематики я напоминаю что у меня вышла книга на эту тему и ссылочку на мою книгу которую можно приобрести как самостоятельно так и с набором всего необходимого материала вы можете найти под этим видео до встречи в следующей части мастер-класса пока пока